Всем привет! С вами на связи Юлия Измайлова, практик по продвижению онлайн и офлайн бизнеса через YouTube, основатель агентства YouTubes. И в этом ролике я хочу с вами поговорить о том, почему именно сейчас в условиях кризиса, в условиях карантина YouTube является самым эффективным инструментом продвижения онлайн для бизнеса и для онлайн школ. Почему я выделила онлайн школы сюда также? Потому как за последние три года именно они являются основными клиентами моего агентства. Ни для кого не секрет, что каждого предпринимателя сейчас волнует вопрос о том, как сделать так, чтобы бизнес не развалился, чтобы клиенты не разбежались, чтобы их не стало меньше, а наоборот стало больше, чтобы доходы бизнеса были стабильными и ни в коем случае не меньше, чем там два или три месяца назад, чтобы были деньги на оплату труда своих сотрудников и так далее. Я уверена, что каждый предприниматель меня поймет и со мной согласится. Кстати, если вы согласны, ставьте три плюсика в комментариях, я буду понимать, что для вас это тоже важно. Поэтому я решила записать такой ролик на основании своего личного опыта, опыта клиентов, которыми я занимаюсь. Я решила поговорить о том, почему именно YouTube сейчас является самым эффективным инструментом продвижения онлайн. И я выделила таких пять основных лайфхаков, которые я заметила, и сегодня хочу с примерами поделиться ими с вами. Но прежде чем мы начнем, конечно же, обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые полезные выпуски. Я буду в ближайшее время, в ближайший месяц опять выпускать новые ролики, буду рассказывать кейсы и давать рекомендации по продвижению бизнеса и онлайн школ через YouTube. Итак, какой же первый лайфхак я хочу с вами сегодня обсудить? Это то, что благодаря YouTube, видеоконтенту, у вас есть возможность привлечь внимание намного большего числа людей, чем это было, скажем, пару месяцев назад. Почему? Ну, понятно, все сейчас сидят дома, в компьютерах, в телефонах и так далее, и ищут какую-то информацию. Кто-то вообще остался без работы, ищут возможности заработать и так далее. То есть, соответственно, давайте прямо на примере. У меня есть клиент сейчас, мы ведем онлайн школу по йоге. Девушка помогает привести там свою фигуру в порядок и так далее. Но и кроме того, вот допустим, сейчас я на своем примере скажу, у меня, например, от того, что много сижу, удаленная работа предполагает, да, все-таки работа за компьютером, и начала болеть спина, я реально начала заниматься йогой, я начала искать видео, которые мне помогут там избавиться от боли в спине, от боли в шее и так далее. И я начинаю следить за этим человеком и понимаю, что она зацепила мое внимание, и я буду продолжать за ней следить, делать те упражнения, которые она дает, потому что они мне помогают. То есть, вот она привлекла мое внимание, и я уверена, что не только мое, потому что сейчас большое число людей находится возле ноутбуков, гаджетов, в сидячем положении, да, потому что самоизоляция, особо много не погуляешь, как раньше. Что мы делаем? Сидим дома, да, соответственно, мы начинаем искать какие-то другие занятия, те, которые вот есть у нас под рукой. Это чаще всего компьютер-телефон, да, и в любом бизнесе так, это я вам просто вот пример привела. Даже если вы там краски продаете, даже если вы, не знаю, может быть, косметику, да все что угодно. То есть, вы сейчас можете привлечь внимание намного большего числа людей, чем раньше, и поэтому прямо сейчас стоит выкладывать видео, полезные видео на ютубе, делиться тем, в чем вы компетентны. Дальше, второе, это вы можете уже сейчас быстрее получить доверие от своей целевой аудитории. Почему? Потому что, когда люди смотрят ваши видео, они видят ваши жестикуляции, что вы говорите, как вы говорите, какую информацию вы им даете. Многие, конечно же, ищут в интернете решение своих проблем. Там, я не знаю, может быть, женщина, девушка не может долго выйти замуж, соответственно, она начинает думать, что же не так, может быть, что-то с ней не так. Ну, возьмем пример трансформационного коуча, которого мы тоже сейчас ведем, развиваем канал на ютубе, да. То есть, вот она начала выкладывать такие полезные ролики, что как поддержать мужа в кризис, да, как поддержать отношения в семье, как сделать так, чтобы детям было комфортно там учиться удаленно, чтобы они хотели, как мотивировать и так далее. То есть, она записывает полезные ролики, через которые люди ее смотрят и начинают ей доверять. И к кому я пойду, если у меня будет вопрос какой-то по отношениям, конечно же, к ней. Если у меня будет вопрос по тому, как мне там ребенка смотивировать, конечно, я к ней пойду, да, улавливайте, о чем я говорю. То есть, в любой тематике вы можете давать какие-то полезные рекомендации, лайфхаки, советы, я не знаю, там, как научиться стильно одеваться, как выбрать, там, я не знаю, коврик для автомобиля, да, который не будет скользить и там, не знаю, все что угодно. Ребята, вот подумайте по вашей теме, что вы можете дать полезного, записывайте такие ролики, и вы реально начнете получать больше доверия от вашей целевой аудитории на ютубе. Это работает. Дальше, третье, вы можете создать сейчас площадку, не то чтобы там с ответами на любые вопросы, хотя на слайде я вывела именно это, вы можете создать площадку, которая будет работать на ваш бизнес вечно. Почему я об этом говорю со стопроцентной уверенностью? Я это проверила на своем собственном канале, хотя я не скажу, что я прямо интенсивно им занимаюсь, да, развиваю его и так далее, но тем не менее, даже теми урывками, пока я выкладываю там ролики, я замечаю, что я создала площадку, которая является моей опорой. Когда клиент задает мне какой-то вопрос, вот недавно, например, было обращение по поводу настройки таргетированной рекламы, видеорекламы через ютуб, у человека тематика была, да, она и есть там по Таро, да, и у нас был кейс. Естественно, я его записала в видеоформате, я ей его отправила, она посмотрела эти цифры, говорит, да, мне интересно, я тоже так хочу. То есть, соответственно, вы можете в своей компании это также использовать, видеоотзывы, интервью со своими клиентами, какие-то ответы на часто задаваемые вопросы в вашей тематике. Запишите видеоролики, вы этим облегчите и себе задачу по работе с клиентами, и ваши клиенты получат ценность, полезность, они заранее смогут получить ответы на все, что им нужно, и уже придут к вам готовы приобретать ваши там товары или услуги, в зависимости от того, что вы продаете. Вот, соответственно, о чем я хотела еще сказать, то, что ютуб, почему я считаю его площадкой, которая вечно будет работать, на ваш бизнес, ютуб, это как такой снежный ком, да, вот вы выложили ролик, сначала он набрал немного просмотров, но со временем, через месяц, два, три, год, очень многие ролики даже на моем канале набрали уже там и за сотню, какие-то больше 50 тысяч просмотров, какие-то еще не набрали, да, то есть я говорю о том, что вы это делаете на будущее вашего бизнеса, такими маленькими шагами улитки, я вот прям люблю, наверное, это сравнение, то есть когда ты медленно ползешь, медленно созреваешь, в итоге у тебя образуется такой фундамент, на который ты всегда можешь положиться. Вот мои ролики, например, на моем канале, это тот самый фундамент знаний, которыми я с удовольствием с вами делюсь. Кстати, если вы уже прямо сейчас хотите узнать свой собственный план продвижения вашей онлайн-школы или вашего бизнеса через ютуб, то вот по ссылке в подсказке вы можете его забрать, также есть ссылка внизу в описании к этому видео. Идем дальше. Вы также сблизитесь со своей аудиторией для будущего взаимодействия, да, вот сейчас я вам приводила примеры тех бизнесов, которые на плаву, в принципе, и так, онлайн-школы сейчас очень хорошо развиваются, продвигаются и клиентов не теряют. А есть бизнесы, допустим, возьмем туризм, ну кто сейчас куда поедет? Никто и никуда, да, в наших условиях самоизоляции и карантина. Но есть очень грамотные предприниматели, и вот в ближайшее время мы также займемся каналом по туризму, которые понимают, что если они будут выкладывать ролики сейчас, будут рассказывать, например, про стоимость проживания в разных странах, вообще там, как выбрать отель, там, как поехать с ребенком, как собраться в дорогу, что взять с собой, про медицину в какой-то определенной стране, ну и всякие другие моменты, да, связанные с туризмом для своей определенной целевой аудитории, то вот сейчас этими же шагами улитки, они там будут выкладывать, например, два ролика в неделю. Через полгода, когда закончится карантин, люди куда пойдут? Те, кто хотят путешествовать, все мы с вами хотим путешествовать, все мы с вами ждем, когда же наконец-то все это закончится, и мы там поедем в Турцию, в Италию, на Бали, еще куда-нибудь, да, вот согласитесь. Кто согласен, поставьте, не знаю, напишите, хочу путешествовать в комментариях, вот. И, соответственно, пока сейчас люди сидят дома, они будут следить, они будут готовиться, многие уже там на низком старте, я сама по себе знаю, я уже планирую, что там через месяц, через два, куда я хочу поехать, какой бюджет мне на это нужен и так далее. Естественно, я пойду и куплю тур в том агентстве, где мне дали вот эту пользу, где меня уже подготовили, рассказали мне многие нюансы по моему возможному путешествию, да. Понимаете, о чем я говорю? Улавливаете. То есть, если у вас сейчас бизнес в жесткой просадке, да, например, как туризм, то это не значит, что вам нужно сложить руки и ничего не делать. Тогда вы точно, ну, ваш бизнес просто погибнет. Сейчас как раз-таки самое время развиваться, идти к своей целевой аудитории напрямую. Вот, поэтому я вам очень рекомендую, записывайте видео полезные и, конечно же, выкладывайте на YouTube. Дальше. Пятый лайфхак. Это вы, конечно же, укрепите свои позиции на рынке. Ну, мне кажется, из того, что я уже сказала, это просто невозможно не совершить, да, невозможно не укрепить свои позиции на рынке, если вы даете большому количеству людей много пользы, люди вам доверяют, они к вам идут. Вот, сейчас приведу пример. Онлайн-школа по удаленной работе. Многие сейчас остались, к сожалению, без заработка, да, кого-то уволили, кому-то стали платить меньше, да, но цены у нас как бы меньше не стали в магазинах. Соответственно, люди начинают искать дополнительную работу, либо учиться новым профессиям. И, конечно же, удаленным. И вот те онлайн-школы, которые сейчас преподают удаленные профессии, обучают специалистов, там, таргетологов, личных помощников, не знаю, там, СММщиков, да, ну, то есть все, что можно делать именно удаленно, то есть они сейчас реально укрепляют свои позиции на рынке. Они и зарабатывают, и становятся топами в своей тематике. Понимаете, да, о чем я говорю? Вот, соответственно, все, что я сейчас сказала, можно применить к любому бизнесу. Вы просто сядьте и поразмыслите, кто ваша целевая аудитория, чем вы можете им помочь, какие там полезные советы в своей тематике вы можете им сейчас подсказать, как-то их подготовить. Потому что кризис не вечен, мы все равно из него выйдем. И в лидерах будут те, кто не останавливал свое развитие сейчас, в момент вот карантина, да, в момент самоизоляции. Записывайте ролики, выкладывайте их на YouTube. Мы, моя команда, с удовольствием вам можем в этом помочь. Обращайтесь, да, скажем так. Ну, что, на этом у меня, пожалуй, все. Если было полезно, естественно, ставьте лайки, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик. В описании к этому видео и сейчас на экране вы видите пошаговый план по продвижению своего бизнеса через YouTube. Забирайте и смотрите другие полезные ролики на моем канале. С вами была Юлия Измайлова. Пока!